всем привет меня зовут виктория рада вас видеть на своем канале сегодня я вам предлагаю рецепт прекрасный ароматный вкусные шарлотки я очень люблю этот рецепт потому что готовится все очень просто и получается в итоге очень красивый ароматный весенне-летний пирог продукты которые мне понадобились для приготовления шарлотки это конечно же яблоки также у меня оставалось 10 12 ягодок клубнички я их тоже решила использовать для того чтобы приготовить шарлотку также понадобится сливочное масло мука сахар сметана разрыхлитель сода и 2 яйца все продукты должны быть комнатной температуры я использовала формочку диаметром 22 сантиметра микроволновую печь ставлю растопиться 50 грамм сливочного масла на 30 секунд затем беру яблоки разрезаю их напополам убираю сердцевину и нарезаю их полу дольками не толстые не слишком тонкие такого среднего размера но более-менее нарезайте тоненько вот такого примерно размера должны быть дольки яблок затем вдоль нарезаю клубнику часть клубники я нарезаю вдоль чтобы украсить пирог и часть клубники нарезаю помельче эту часть я добавлю в само тесто как я уже говорила шарлотку можно печь с другими фруктами или ягодами с персиками сливами грушами бананами в общей сложности у меня ушло два яблока половину яблоки добавила в само тесто и половину сверху украсила и также 12-13 штучек клубники конечно вы можете добавить только яблоки в таком случае вам понадобится 3-4 яблока приготовим тесто в емкость выбиваю 2 яйца к яйцам высыпаю 170 грамм сахара и взбиваю миксером на максимальных оборотах 45 минут до пышности если вы зашли на мой канал в первый раз то жмите на колокольчик подписывайтесь на мой канал будет много интересного новые видео с новыми рецептами выходят два раза в неделю взбитым яйцам с сахаром добавляем растопленное и остывшее сливочное масло и сметану и немного перемешиваем миксером но совсем чуть-чуть сметану для шарлотки можно использовать любой жирности у меня была сметана 30 процентной жирности затем муку добавляю одну чайную ложку разрыхлителя и пол чайной ложки соды и хорошо перемешиваю муку добавляю в заранее замешанное тесто сначала немного перемешиваю выключенным миксером а затем включаю и перемешиваю до однородности но не взбиваю а перемешиваю чтобы не перебить заранее взбитые яйца некоторые также добавляют цедру лимона в тесто шарлотки затем вот так немного перемешиваю все лопаткой вот такое тесто примерно по консистенции должно у вас получиться и сейчас тесто я буду добавлять клубнику нарезанную мелкими кусочками и часть яблок яблоки я специально оставила со шкурочкой по желанию яблоки можно очистить от кожуры но я советую часть яблок которая пойдет на украшение оставить с кожурой так будет смотреться красивее затем беру форму обильно ее смазываю сливочным маслом и немного дном формы присыпаю сахаром таким образом у нас получится такая как немного карамелизированная корочка выкладываю тесто форму заранее поставила разогреваться духовку до 180 градусов тесто немного разравниваю по форме лопаткой полное количество продуктов я вам оставила в описании под видео затем беру заранее нарезанные яблоки и вот таким образом по кругу немного и вдавливаю в тесто то же самое проделываю с клубникой смотрите другие рецепты выпечки тортов на моем канале ссылки я вам оставлю в описании под видео сверху шарлотку немного присыпаю сахаром и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут готовность проверяем с помощью деревянной шпажки она должна выйти сухой достаем пирог из духовки оставляем немного остыть формочки затем когда пирог немного остынет извлекаем его из формы если у вас форма силиконовая как у меня то делайте это не осторожно чтобы пирог не сломался затем даем ему полностью остыть бисквит получается очень ароматный с хрустящей корочкой и с кисло-сладким вкусом подают шарлотку обычно припудренную сахарной пудрой либо корицей либо с шариком ванильного мороженого обязательно попробуйте приготовить этот рецепт и напишите мне в своих комментариях понравился ли он вам ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем желаю приятного аппетита и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»